Всем привет, друзья! Продолжаем рисовать дизайн сайта ОВК Строй. И следующая секция, которая у нас идет, это выполненные работы. Так, ну, во-первых, эта секция будет темная. Давайте создадим новую папку Section3. Section3, в которой разместим сначала прямоугольник. Давайте сделаем. Так, значит, от предыдущей секции внизу у нас должно быть расстояние определенное. Я думаю, вот такого расстояния вполне хватит. Background данной секции мы возьмем темный, вот такой. Далее. Заголовок у нас будет иметь те же параметры, поэтому мы его продублируем в эту секцию, в новую, в нашу. Так, примерный отступ сверху такой же, как здесь. Цвет заголовка на темном фоне у нас будет белый. Так, и идут у нас тут плиточки такие. Это, эти плиточки, это у нас изображение выполненной работы. Скачайте еще раз архив, и вы найдете папку Works. Здесь 8 картинок, это картинки выполненной, с выполненной работой. То есть, давайте создадим новую папку в секшен 3 и назовем ее Item. Это будет у нас пункт так называемого портфолио. Заголовок у нас, соответственно, другой, выполненной работы. Так, ну это не Item, это выше у нас, а Item давайте нарисуем Item. Итак, когда мы рисовали прототип, мы договорились, что каждый, не каждый айтем, а все работы будут занимать всю ширину сайта, независимо от того, какое разрешение экрана. Здесь мы нарисовали 3 айтема, значит, небольшие изменения. 3 нижних убираем, у нас будет всего 2 ряда, и в ряду будет по 4 айтема. Потому что у нас всего 8 работ. Давайте нажмем на прямоугольник, кликнем, ширину сделаем. Давайте посчитаем, у нас общая 1920 разделим на 4. Значит, ширина одного айтема будет 480 при разрешении 1920. И высоту сделаем 360, например. Даже не 360, давайте переключим на пикселы и сделаем 320. Супер. Ну, ради приличия сделаем фон маленько другой, посветлее. У нас все равно будут картинки занимать данное пространство. Дальше что делаем? Открываем works и открываем первую картинку. Вставляем. Convert to smart object и create clipping mask. Сделаем маску, чтобы он, изображение не выходило за пределы квадратов. Уменьшаем пропорционально. Все. Ну, в принципе, можно сказать, что айтем готов, но нам нужно еще кое-что сделать. Нам нужен overlay для айтема. Поэтому делаем overlay такого же цвета, как background, но непрозрачностью, например, 25. Я думаю, хватит. И также create clipping mask. Да, она должна быть выше. Далее что мы делаем? Дублируем группу несколько раз. То есть дублируем группу 4 айтема у нас должно быть в одном ряду и должно быть 2 ряда. Давайте сначала их продублируем. Они у нас должны пиксел в пиксел быть вместе. А потом уже заменим картинки. Так. 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 То есть сначала сделаем каркас. И теперь этот ряд просто дублируем. Картинки будем заменять потом. Так. Так. Давайте поработаем с первым айтемом. Покажем, как он будет себя вести при наведении. Давайте выделим overlay. Сделаем фон чисто белый. И непрозрачность, например, 85. Так. Он у нас маленько выходит. И линия появляется. Видите? Небольшая. Так. Не то. Он должен быть плотненько у нас. Так. Теперь поверх данного overlay при наведении мы сделаем лупу. Откроем cheat sheet. И возьмем фа-сёч плюс иконочку. Вставим. И фонт фэймили фонт фонт осум. Размер сделаем примерно. Сделаем 20. Не сильно крупную. И возьмем наш основной оранжевый цвет. Один из основных. Вот отсюда. Разместим лупу примерно посередине. Можно её сделать покрупнее, маленько. И напишем внизу название. То есть, описание объекта краткое. Текст. Примерно так. Цвет сделаем. Давайте вот такой попробуем. Так, шрифт open sans bold. Можно semi bold сделать. Так, точку в конце убираем. Потому что это у нас не предложение. Text transform uppercase. Размер шрифта мы, конечно же, сделаем поменьше. 16 или 17. И межстрочный интервал сделаем поменьше. Примерно так. Повыше маленько разместим. Таким образом. Давайте попробуем ещё цвет потусклее. То есть, потемнее. Назад. Ну, в принципе, что так, что так неплохо смотрит. Поэтому давайте вот так оставим. Единственное, я бы сделал покрупнее, маленько нашу иконку. Давайте 24 сделаем. И здесь всё-таки сделаем поменьше шрифт. И сделаем всё-таки bold. Так. Open sans. Bold. Чтобы маленько почётче он был у нас. Так, шрифт 16, 15. Давайте оставим 15. Мне кажется, так ещё лучше смотрится. Так. Айтемы у нас получились слишком низко. Давайте их поднимем. повыше, чтобы видно было, что они относятся именно к этой секции. Примерно так, да? Примерно так. Так. Ну и этот айтем, соответственно, тоже на один пиксел пододвинем. Чтобы они вплотную были. Так. Теперь я заменю все эти картинки на актуальные из папки. Так. Из папки works. Так. Отлично. То есть у нас выходит как? Наводим, появляется описание и белый оверлей. А основные картинки имеют такой небольшой фильтр с непрозрачностью 35. И плавно меняется фон при наведении. Кроме того, снизу, смотрите, у нас получается вот такая штука. Но, так как у нас изображение имеет такой небольшой фильтр, данная полоса снизу не очень красиво смотрится. Поэтому давайте мы её уменьшим до сих пор. И что мы сделаем дальше? Так. Создадим новый прямоугольник. Так. Ну, давайте лучше сделаем его по-другому. Так. Нажмём. По высоте сделаем примерно 20 пикселов. И по ширине 1920. То есть во всю ширину. Так. Разместим ровненько. Дальше что сделаем? Возьмём отсюда цвет и затемним, чтобы подчеркнуть горизонт наших изображений. Так. Давайте пролистаем, посмотрим. Всё. Подчёркивается. То есть он немного темнее, чем сверху. Так, конечно, не скажешь на первый взгляд, что он темнее. Но он стал чётче подчёркивать нижнюю границу. Так. Ну всё. Выполненные работы у нас готова. Секция. Следующая секция у нас. Что касается поп-ап окна при нажатии, мы его определим уже в процессе верстки. Я думаю, тут ничего такого трудного не будет. Картинка с отступами заголовок и описание. Значит, следующая секция это у нас поставляемое оборудование.